Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события 24 сентября. Поехали. Ливень привел к потопу в метро Мадрида. После интенсивного дождя в четверг утром оказались затоплены сразу несколько станций мадридской подземки. Движение поездов на некоторых участках было прервано, а часть станции пришлось на время закрыть. Вода стекала вниз по лестницам и эскалаторам, скапливалась в туннелях. Проблемы возникли на пяти линиях столичного метрополитена. Водяной смерч был замечен в Тоскане, Италия. Его размеры впечатляют, он очень огромен. Этот водяной смерч к берегу не приближался, последствий от него не последовало. В районе Веронезе Италия вспыхнул пожар в доме престарелых. Из учреждения было эвакуировано 102 человека, 83 пациента и 19 персонала. Многих пожилых людей увозили на улицу в их кроватях под присмотрами сестер и волонтеров гражданской защиты. Десятки пожарных команд также прибыли из провинции Подоя и Винченце, чтобы бороться с пожаром. Муниципальная полиция и пожарные Аквитермы спасли группу рабочих, удивленных сегодня утром-днем 24 сентября от внезапного наводнения реки Рио-Медрио, протекающей через курортный город. Рабочие около десяти лет работали в русле небольшого ручья для обычных операций по очистке и были удивлены волной, вызванной ураганом вверх по течению. Уровень воды на озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку. Начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку 457 м. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,9 м по техокеанской системе высот. Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия. Проверяя данные с метеорологических станций в северной части планеты, эксперты из Всемирной Метеорологической Организации обнаружили, что самая низкая температура была зафиксирована автоматической метеостанцией в Гренландии в 1991 году и составила 69,6 градусов Цельсия, что почти на 2 градуса Цельсия ниже, чем рекорды, отмеченные ранее. Новый рекорд холода оставался неизвестным почти 30 лет. Он был зафиксирован на станции Клин в Гренландии 22 декабря 1991 года. Такое падение температуры является исключительным для северного полушария. Странный черный круг появился в небе в северном мексиканском штате Сонора и вызвал интригу у зрителей. Подобные круги были замечены в Китае, Пакистане и России. Как вы думаете, что это? Какая природа происхождения? Лесные пожары в национальном лесу Медисинбоу на юге Вайоминга продолжают расширяться из-за повышения температуры и усиления ветра. Пожар Малена начал гореть в национальном лесу около реки Нордплатт около полуночи в четверг 17 сентября. По состоянию на сегодня пожар достиг площади 5,5 тысяч гектар и был сдержан на уровне 2%. Причина пожара до сих пор выясняется, но предварительная информация указывает на то, что причиной пожара мог быть сам человек. Над локализацией пожара работают 100 человек. Вокруг Маленфаер фактически закрыты лесные массивы, и всех жителей района, включая дыхающих и охотников, просят покинуть территорию. Сильный пожар вспыхнул на заводе корпорации нефти и природного газа в Сурати-Гуджирата, Индия. Около трех часов ночи на заводе произошло три последовательных взрыва, которые привели к пожару. На место происшествия прибыли пожарные, по последним сообщениям погиб один человек. Ранее на этом заводе случался пожар. Согласно информации, в 2015 году здесь произошел пожар, в результате которого обгорело 13 человек. За сутки на земле произошло 208 землетрясений, магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в трех странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.